По данным статистики, на начало 2020 года численность населения в городе над Бугом составляет 339 700 человек. И каждому из Брещан необходимо жильё. Однако снимать квартиру дорого, а общежитие полагается далеко не каждому. Ещё не так давно у государства для жителей Беларуси, по сути, был только один вариант – стать на очередь по улучшению жилищных условий и таким образом приобрести желанные квадратные метры. Как правило, это требовало долгого времени. Однако в 2012 году вступил в силу указ по вопросам аренды и пользования имуществом. А через два года в Бресте был построен первый арендный дом. Лёд тронулся, и на сегодня таких домов в нашем городе уже четыре. Полностью домов, заселённых арендным жильём, построено четыре. В некоторых домах по несколько квартир, так скажем. В следующем году планируется сдача дома нового арендного. Граждане, которые, допустим, заселились в арендное жильё, заключается с ним договорная има на пять лет. И при условии того, что они полностью выполняют свои обязанности по оплате коммунальных услуг и пользованию арендным жильём, соответственно, с ними перезаключается впоследствии договор снова на пять лет. Наталья Хвальков, Брест, приехала работать по распределению. Поначалу получила комнату в общежитии. Однако после замужества жилищный вопрос опять встал на повестку дня. Снимать квартиру дорого, и теперь на арендное жильё молодая семья возлагает большие надежды. Алгоритм действий постановки довольно прост. Огромный плюс в том, что здесь пишешь заявление, просто оплачиваешь документы, как бы здесь предоставляются потом автоматически запросом. Это огромный плюс, потому что, как я с маленьким ребёнком, не ездить я не могу. Всё остальное будем ждать. А вы стояли на очереди? Мы стоим на очереди сейчас, да, и берём поменьше квартиру, потому что, чтобы не сняли с очереди. В связи с тем, что я когда-то пришла по распределению работать в город Брест, предоставления общежития не было, пришлось самой выбивать общежитие. Потом с общежития, в связи с тем, что я вышла замуж, в общежитие мне не предоставлялось. Ну, получилось так, что по итогу судьба так привела, что снимать квартиру очень дорого, мы не можем тянуть, поэтому приходится становиться жильём на такое, потому что оно дешевле. Плюс арендного жилья – это его доступная стоимость. Размер платы за квадратный метр не учитывает расходы на коммунальные услуги и на сегодня составляет 4 рубля 5 копеек. Конечная стоимость зависит от метража помещения. К примеру, аренда двухкомнатной квартиры колеблется в пределах 240 белорусских рублей. За трёхкомнатную придётся заплатить порядка 310 белорусских рублей соответственно. При этом стоимость не привязана к курсу валюты. Но есть и минус – спрос значительно превышает предложение. По последнему приёму заявлений было три квартиры, на которые написали 95 человек. И получили граждане, которые стали в 2005-2007 году на учёт нуждающихся. Претендовать на квадратные метры государственного жилищного фонда может любой гражданин, который нуждается в квартире. Однако в первую очередь рассмотрят заявления тех, кто стоит в очереди, а также некоторых льготных категорий граждан. Нуждающихся в арендном жилье, по словам начальника ЖЭСа номер 12 Андрея Будника, много. А застройщик всего один – организация «Брестжилстрой». И основной фонд арендного жилья располагается в новостройках так называемых заречных районов. Учётом, распределением данного арендного жилья занимается отдел госполкома. А ЖЭС уже приходит с готовыми решениями. ЖЭС занимается процедурами оформления договоров найма, договоров на жилищно-коммунальные услуги и процедурой регистрации граждан по месту жительства. Ну и обслуживанием жилищного фонда, выполнением заявок от населения. Всего на обслуживании ЖЭС-12 653 квартиры арендного типа. В одном доме 80 квартир, если взять 4 дома – 320 квартир. Только половина ЖЭСа занимает 4 этих дома. Супруг Виктория Кекух заключил договор аренды, когда в семье ещё был один ребёнок. На данный момент счастливая мама ждёт пополнения без опасений, что в любой момент их могут попросить с вещами на выход. Пятилетний срок найма чёрным по белому прописан в условиях договора. Не последнюю роль сыграла и доступная стоимость, которая не привязана к курсу валюты. Выбирал муж. Муж получил изначально. Потому что, сами понимаете, сейчас в нашей экономической ситуации в стране вряд ли каждая семья может потянуть, построить квартиру, дом, либо что-то в этом роде. Соответственно, снимается жильё вы тоже. Посмотрите цены за однокомнатную квартиру на том же Востоке или здесь же на Вульке. Будут брать 150 долларов только. Долларом, эквивалентом все понимают, что не к рублю привязано. Чисто вот ты будешь платить просто за аренду, снимать. И ещё плюс коммуналка, вы понимаете, какая сумма. То есть в плане проживания это намного выгоднее. Поэтому, я думаю, большие очереди все люди хотят получить, потому что и по цене это доступно для людей. И тебя же никто, вот допустим, опять берём у участника, мы снимаем, да. Тебе позвонит хозяин, скажет там, вы знаете, я передумал сдавать. Ну там, адьёс через две недели. А ты как бы сидишь и думаешь, куда тебе адьёс. А здесь тебе никто не позвонит, не скажет до свидания. Хочешь пять лет живи, хочешь десять лет живи, как бы. И строишь параллельно где-то что-то, смотришь, квартиру, дом, на что тянешь, как бы, то и строишь. То есть очень выгодно. По карману или нет арендное жильё, каждый решает сам. Очевидно одно – квадратные метры на правах аренды востребованы. Спрос на такие квартиры сегодня высок. А потому эта государственная программа доказала своё право на существование. Дело осталось за малым – увеличить количество арендных домов.